Приветствую вас, Сергей. Я думаю, что в рамках той ситуации, которую вы описываете, вам можно указать на несколько важных аспектов, которые помогут вам восстановить отношения с своей бывшей девушкой. Первое. Это то, что вы когда-то уже вошлись, расстались, когда-то уже у вас был конфликт, когда-то уже у вас случились проблемы и, соответственно, были какие-то основания для того, чтобы уйти, для того, чтобы отойти. Вам нужно убедиться, что этих оснований больше нет. Причём не только с вашей стороны, но и с стороны девушки тоже. Вам необходимо иметь в виду, что, скорее всего, она не изменилась. И не факт, что изменились вы. Так что то, что вы поняли, что она лучше со вами случилась, но это совершенно не означает того факта, что вы изменились. И это совершенно не означает того факта, что те проблемы, из которых вы разошлись, перестали, собственно говоря, быть этими самыми проблемами. Совсем это не означает. Скорее, 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 возможно даже, наоборот, ещё больше вы сейчас у измена, потому что нуждаетесь в девушке. И это второй момент, связанный как раз с тем, что вы считаете, что она лучше, что с вами произошло в жизни. Что это значит? Это значит, что вы нуждаетесь в ней. Это значит, что в ней вы видите средства, в ней вы видите возможность реализовать, разрешить некоторые свои проблемы, некоторые свои трудности, конфликты, удовлетворить какие-то свои желания. Возможно избежать, убежать от чего-то негативного. Скорее всего, вот эта история, что она лучше со мной случилась, связана с тем, что на данный момент вам не очень хорошо. Вы как-то разочаровались, что-то попробовали, у вас не получилось. Вы хотите вернуться назад. Назад вернуться невозможно. И это следующий момент про то, что вы хотите попросить второй шанс. Вам нужно не течет в себе идеи, что в отношении каких-то второго шанс на самом деле ваши отношения по факту не прекращались. Они не прекращались. И второго шанса у них не будет, потому что шансы вообще-то один-единственное отношение. Это не то, чему можно давать какие-либо шанс отношения, либо есть, либо они есть, либо их нет. Либо вы, грубо говоря, чувствуете что-то к человеку, либо нет. Вот. Соответственно, соответственно, соответственно. Если вы сейчас что-то чувствуете к человеку и хотите, там, быть с ней, например, это великолепно. Если вы хотите с ней быть, это прекрасно. Вот. Это здорово, если вы хотите с ней быть. Ну, быть с женщиной. Вот. Ну, вам необходимо понимать, что те проблемы, которые у вас имели место быть, они, скорее всего, остались. Да, да. И второй разрыв, если он случится, если он произойдет, он будет таким, что называется, ну, более основательным. Если вы понимаете, что я имею в виду, если вы понимаете, что я пытаюсь сказать. Вот. Скажите, я вам пытаюсь, что вы, вот, к самим отношениям, да, к самим отношениям, вы воспринимаете, вот, ну, несколько некорректно. Точнее, вы воспринимаете отношения, но, скорее всего, в контексте своих желаний, да, в контексте того, что вам хочется сейчас. Вот. Ну, это не самое лучшее подспорье для выстраивания отношений, мягко говоря. Вот. Потому что могут быть сложности, могут быть трудности. Дальше. Дальше. Просить второй шанс, как вот вы говорите. На мой взгляд, ну, вообще, не стоит именно просить второй шанс. Потому что заостряя внимание на отношениях, вы не делаете их для девушки привлекательными. Вот. Напротив, вы можете демонстрировать человеку, ну, в какой-то степени, вот, свою неуверенность в себе или, наоборот, свою, свою чрезмерную заинтересованность в, ну, в ней, да. Вот. Вот. В, девушка как раз, вот что, опять же, ничего хорошего для, ну, для вас ничего хорошего не даст. Вам ничего хорошего не принесет. Поэтому здесь очень важно в этом направлении обязательно подумать в этом направлении, ну я бы сказал, может быть больше естественности в отношениях, больше какой-то такой фонтарности может быть больше, вот как-то вот примерно вот в таком ключе можно вам ответить на вопрос. Что касается непосредственно общения, да непосредственно вот того, как вам выстраивать общение с девушкой, то здесь, конечно, очень важная история, потому что вам, на мой взгляд, общение с девушкой нужно выстраивать, ну, исключительно, исходя из... того, что ей самой нужно. То есть вы либо пытаетесь вот понять, что ей необходимо, вы пытаетесь понять, в чём она нуждается, вот. И, соответственно, ну, стараетесь дать ей то, в чём она нуждается, то, чего она хочет. И, соответственно, ну, демонстрирует, что вы можете отдать и демонстрирует, то, что можете ей это предоставить. Вот. Либо нет, либо вы этого не делаете, и, соответственно, если вы этого не делаете, то ваши попытки сблизиться, потерпят, ну, могут потерпеть неудачи, потому что девушка может просто подумать, что повторится, ну, повторится прошлый опыт, вот, который у вас уже был. И, соответственно, зачем, там, грубо говоря, пытаться, да, зачем мучиться, мучиться без себя и так далее. Вот. В факте, наверное, нужно сказать, что очень важным моментом является тот факт, что, может быть, девушка ждёт от вас каких-то шагов или, по крайней мере, какой-то позиции, но... ...разговоров... ...разговоров, именно разговоров про... ...отношения. Она, скорее всего, ну, скорее всего, к этому она негативно настроена. Вот, поэтому, значит, рассчитывать, что она будет общаться с вами на предмет отношений тоже не стоит. А, скорее всего, там, как обычно бывает, да, при разговоре об отношениях она просто... ...как-то вот, ну, даст... ...эээ... ...за неход для этой, пойдёт на выбор. Ну, вот, поэтому об отношениях лучше разговаривать. Вот, вот, вам коллега... ...скоря, чтобы вы попытались быть... ...эээ... ...продемонстрировали... ...эээ... ...что... ...что вы изменились. Вот. На мой взгляд, это очень хорошая история. Вот. Но вопрос немножко в другом, да... ...ээ... ...хотите ли вы менять вообще-то говоря? Вот. Вот. ...нужно ли вам это? Вот. ...ээ... ...какой здесь... ...ээ... ...ваправ. Потому что, может быть, вы... ...и не хотите менять. Может быть, вы... ...считаете, что меня снинуть. Вот. Ну, тогда разрыв... ...предойдёт ещё. Вот. Ээ... ...ээ... 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 ...эээ... ...эээ... ...восстановление отношений с девушкой, чтобы... ...это не выглядело... ...так, что вы вот... ...очень... ...ээ... ...ээ... ...сильно этого хотите. Вот. Чтобы это не выглядело... ...ээ... ...ээ... ...ну... ...ээ... ...вот... ...таким образом. Да? ...ээ... ...ээ... ...вот... ...ээ... ...вот. ...ыне... пожалуйста, своё внимание. Это крайне важно. Потому что если девушка почувствует, что чересчур сильно вы в ней заинтересованы, то может опять же дать вам отворот-поворот. Я уверен, что этого вы не хотите. Я уверен, что для себя этого вы не хотите. Я уверен, что вам нужно что-то другое. То есть если вам правда хочется выстроить отношения с девушкой, такие адекватные, спокойные, хорошие, то наверное все-таки нужно действовать как-то более, даже не более, а менее очевидно. Я бы так сказал. И таким образом могу ответить. Ну понятно, что решать вам, да, и понятно, что только вы сами определите, как вам надо действовать в этой крайне непростой ситуации. Ну я надеюсь только что вы примете верное решение. Надеюсь, что вы будете действовать, исходя из интересов. Интересов девушки, да. Вот. Но не своих. Потому что если девушка почувствует, что вы действуете из своих интересов, а не своих. И кто из своих интересов, то вполне вероятно все отношения придут на спад. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.